Анна Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Начну с самого популярного вопроса, как температура нормальная? За окном или тело? За окном-то нормальное, увы и ах, а тело? Тело нормальное, но на самом деле у меня, наверное, как у многих других людей, на нервной почве периодически температура повышается, но нужно уметь контролировать себя и приводить в нужный диапазон. В нынешних условиях стали чаще замерять или ориентируетесь на собственное самочувствие? Ориентируюсь, конечно, на собственное самочувствие, но, вы знаете, я абсолютно спокойна, потому что я уверена в своем собственном здоровье, у меня нормальный иммунитет, и я как человек, занимающийся систематически спортом и вообще придерживающийся здорового образа жизни, и вот я не помню, когда последний раз я болела, я уверена, что все будет хорошо. Анна Леонидовна, вот госслужащие лишены возможности удалиться на самоизоляцию. Признайтесь, это обидно, когда другие хоть вынуждены, но все-таки отдыхают? Вы знаете, это на самом деле огромное преимущество в нынешней ситуации. Во-первых, мы продолжаем реализовать свое право на труд, что очень радует. Во-вторых, мы пользуемся теми возможностями, которые сейчас многие лишены. Например, я продолжаю ездить на работу на велосипеде, и иногда вижу такие взгляды, осуждающие из окон домов. То есть это, конечно, огромный плюс. Ну и вот, наверное, для такого человека, как я, и для многих других отсутствие деятельности – это очень тяжелое испытание само по себе. Понятно, что трудовую деятельность можно заменить какой-то другой, но, тем не менее, когда ты любишь свою работу, наверное, это очень тяжело. Как вот лично вы относитесь, вы отчасти ответили уже на этот вопрос к угрозе коронавируса? То есть как изменилось ваше поведение в связи с этой угрозой? Может быть, изменились какие-то бытовые привычки? Носите ли вы там маску, когда общаетесь с коллегами? Пахнет ли в правительстве Омской области хлоркой? Вы знаете, я маску не ношу, потому что я считаю, что она не является таким средством защиты. Это, во-первых. Во-вторых, проблематично ее просто купить. Ну и как изменились привычки? Ну, наверное, да, руки стали мыть чаще, но это, будем считать, что это такая полезная приобретенная привычка. А во всем остальном, ну, вот чем лично я занимаюсь, это тем, что стараюсь вселить в окружающих меня людей, с которыми я общаюсь, какую-то уверенность и оптимизм. Потому что я понимаю, что наш иммунитет подрывается именно тогда, когда мы впадаем в депрессию, когда у нас плохое настроение, когда мы пессимистично настроены. Поэтому нужно все-таки вот этот настрой для поддержания собственного здоровья сохранять. Средства массовой информации, ну, вы вынуждены их читать, я понимаю, но вот информационное поле, которое сейчас, весь фокус внимания переместился именно там на инфекцию, заразу. Как вы себя от этого ограждаете, как фильтруете, чтобы не впасть в эту панику? Все же впадают. Ну да, конечно, это такое мощное такое орудие влияния на общественное мнение, но я как человек с развитым критическим мышлением, конечно же, эту информацию фильтрую. И в какой-то мере ограждаю ее от себя. Например, в субботу у меня муж просыпается и говорит, почему ты не смотришь новости? Я говорю, у меня сегодня диджитал детокс, сегодня без новостей. И вот два выходных дня я провела, ну, не совсем без новостей, но с минимальным их количеством. Потому что, конечно, когда мы смотрим новости, у нас возникает такое ощущение, псевдоощущение контроля над происходящей ситуацией. Нам кажется, что мы все знаем, мы можем как-то на это повлиять. Но это не более чем иллюзия, и зачастую эта информация оказывается просто лишней. Нужно уметь ее отсекать, и, как я уже сказала, нужно уметь критически к ней относиться. Омским журналистам бы сделали какое-то замечание, или они сохраняют здравый смысл? Ну, я считаю, что на общем фоне омские журналисты выглядят весьма достойно. Я понимаю, что многие федеральные и региональные ведомства вынуждены продолжать работу, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность. Но вот когда реальная культурная жизнь в городе отсутствует, извините, я задам вам этот вопрос, когда закрыты все театры, музеи, филармония, чем вы занимаетесь? То есть как строится работа Министерства культуры в опустевшем городе Омске? Конечно, с одной стороны, это несколько печально, потому что все-таки учреждения культуры — это те учреждения, которые работают с людьми, которые непосредственно общаются с ними. Да, но мы понимаем, что вот сложившаяся ситуация — это такой своеобразный вызов, и стараемся найти в этой ситуации определенные положительные моменты. И нельзя сказать, что культурная жизнь полностью остановлена, и ни в коем случае нельзя сказать, что мы бездействуем, потому что мы адаптируемся к этой ситуации и понимаем, что культура в нынешней обстановке — это как раз тот луч света, это то, что может и должно поддерживать людей. Сохранять вот тот самый оптимистичный настрой, вселять веру в будущее и вообще нести все самое-самое лучшее. Поэтому мы активно работаем над переводом наших учреждений, их деятельности в онлайн-режим. Ну, как показала вот прошедшая неделя, это достаточно успешно проходит, судя по тому, как увеличивается количество подписчиков в группах социальных сетей вот этих учреждений. То есть за прошедшую неделю у нас... Кто лидер, кстати? Ну, кто лидер, не буду говорить, потому что тут все изначально в разных весовых категориях, да, и, наверное, это не очень объективно, но общий прирост составил у нас плюс 13 тысяч подписчиков. Общее количество постов в социальных сетях — это порядка 1200 публикаций. И общее количество просмотров — 300 тысяч за прошедшую первую неделю. Это все в рамках проекта «Культура дома»? Да, в рамках вот этого проекта «Культура дома», который мы реализуем. И, конечно, это колоссальный прорыв вот именно в плане выстраивания диалога онлайн. Сейчас мы и все наши коллеги находятся в поисках новых форм общения с нашими зрителями, с нашими посетителями. И, опять же, вот плюс вот этой ситуации в том, что многие занялись тем, до чего раньше не доходили руки. Вот, например, наш театр «Кукол Орликин», они занялись оцифровкой архивных всех данных, видеоданных. И они даже диафильмы уже начали оцифровывать и, соответственно, размещать их в тех или иных социальных сетях. И люди могут увидеть все эти архивные записи. То есть раньше это было просто недоступно. Например, наш туристский информационный центр. Они активно работают на платформе «Изи Тревел», размещают там аудиоэкскурсии. Это тоже такой большой пласт работы, до которого не всегда доходили руки. И вот сейчас появилась такая возможность. По Омску, да, аудиоэкскурсии? Аудиоэкскурсии, да. По городу Омску, по каким-то учреждениям и так далее. То есть платформа эта очень большая. Причем они размещают там экскурсии не только на русском языке, но и на английском. Потому что мы надеемся, что когда-то все закончится. И мы будем ждать гостей так же, как и делали это всегда. И что очень интересно, наши работники театров, наши актеры, они реализуют себя даже дома. Творческий человек, вот всегда он найдет, где себя показать, как это сделать. Ну, например, наши актеры театра драмы, да, они устраивают мини-спектакли. И это мини- и моно-спектакли, да, тоже, которые пользуются большой популярностью. Так же, как и полноценные спектакли, которые они размещают в открытом доступе. Причем это те спектакли, которых уже нет в репертуаре, но которые можно посмотреть. Которые любимые, которые мы помним и по которым скучаем. Безусловно. Вот вчера, например, я сама смотрела своих любимых дачников, которых я видела в реальности, но не помню уже сколько раз, но не единожды. И вот вчера появилась такая возможность. Ну, и многие другие спектакли. И даже те же актеры театра кукол, опять же, Арлекин, они, разобрав домой своих любимых кукол, они делают с ними мини-спектакли, они читают сказки детям на ночь, они делают юмористические частушки. Ну, то есть форматов очень-очень много. И нужно сказать, что это колоссальные возможности для того, чтобы увидеть то, чего раньше, может быть, не хватало времени, чтобы дойти до этого театра или музея, посмотреть все это. Сейчас как раз вот такая уникальная возможность есть. Кстати, все это расписание, оно у нас на портале Культура 55. Оно ежедневно обновляется. Можно занять себя вообще буквально с утра до ночи, если есть такое большое количество. И там путеводитель, да, куда тебе идти, тебе объяснят, да, что здесь это, здесь это. И можно выбрать по душе, с одной стороны, а с другой стороны, вы знаете, вот к чему я всех призываю? К тому, чтобы не просто выбрать по душе и посмотреть спектакли, вот театра, который ты давно любишь, который ты всегда ходишь и так далее. Я призываю к тому, чтобы вот сделать что-то новое, попробовать что-то новое на вкус. Вот вы никогда, например, не слушали там наш русский народный хор. Попробуйте, вам понравится. Вы никогда не были, например, в опере. Попробуйте, посмотрите. Вы никогда, может быть, не рисовали. У наших музеев есть замечательные мастер-классы по тому, как самому написать картину. Потому что все новое, новые знания, новая деятельность, они формируют нейронные связи. И это способствует вашему развитию, поддержанию общей деятельности вашего мозга. И вашему развитию в широком смысле этого слова, потому что это формирует творчество, которое потом можно использовать во всех абсолютно сферах. Вы начинаете более творчески подходить к принятию решений, даже своих там каких-то профессиональных решений или личных и так далее. То есть это колоссальная возможность для интеллектуального, культурного и личностного роста. Проект «Культура дома». Включились все учреждения культуры или кого-то пришлось уговаривать? Расскажите. Вы знаете, я скажу честно, что когда только мы поняли, что мы уходим на карантин, мы уходим в самоизоляцию, мы собрались с учреждениями культуры. И, конечно же, не просто все сразу включились в работу. У всех была масса предложений относительно того, как эту работу выстроить, как ее оптимизировать и так далее. Уговаривать однозначно никого не пришлось. И у нас активно работают не только театры, музеи, но это и библиотеки, это наш исторический архив и центры традиционной русской культуры. И, кстати, муниципальные районы Омской области, наши комитеты культуры работают тоже. Но вы знаете, как мы всегда про культуру говорим? Мы работаем для того, чтобы вы отдыхали. Вот здесь это то же самое. То есть вот все наши актеры, музыканты, которые массово вышли в сеть, которые там распеваются, репетируют балетные партии в домашних условиях, когда там рядышком ребенок. Ну, лично мой фаворит, это, конечно, Олег Теплоухов со своими сказками. Жаль, что они коротенькие. Если бы были подлиннее, было бы вообще на ночь классно слушать. Ну, любому же взрослому иногда хочется побыть ребенком. То есть они включились в это добровольно, их не пришлось заставлять давать разнарядку? Нет, даже вот вы мне сейчас задаете этот вопрос, и мне как-то вот странно его слышать, потому что, ну, об этом даже речи быть не может. И все понимают свою очень важную такую задачу, такую социальную функцию. Поэтому, ну, даже не то, что уговаривать никого не пришлось, призывать никого к работе не приходится. Анна Леонидовна, вот порекомендуйте, как себя немножко подбодрить в условиях неопределенности? Нас больше всего напрягает, чтобы мы не знаем, когда это закончится. Может, 12 апреля, может, 30-го, может быть. Да, безусловно, конечно, вот все, что неопределенное для человека, оно вызывает тревогу, фрустрирует его и так далее. Но как к этому относиться? Ну, во-первых, перестать вот сейчас на какое-то время загадывать на будущее, да, планировать, что называется. Вот мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы жить сегодняшним днем и радоваться тому, что есть сейчас. Что светит солнце, что наступила весна. Даже если вы не можете выйти на улицу, вы можете там открыть окно, да, порадоваться этому солнцу. И порадоваться тому свободному времени, которое у вас появилось. Потому что очень многие всегда мечтают, вот у меня было бы там неделька свободную, да я бы фотографии разобрал, книжки перечитал, там, окна дома перемыл. Вот это то самое время, это та замечательная возможность. И я уверена, что об этом времени, наверное, тоже все будут вспоминать какой-то дуле и ностальгии. Поэтому я призываю всех пользоваться этим моментом и, так скажем, держать себя в форме. То есть если у вас выработан какой-то режим, вы встаете в определенное время, привыкли вставать на работу, привыкли ложиться. Придерживайтесь этого же режима. Вам потом легче будет, во-первых, вернуться к своим трудовым обязанностям. Во-вторых, как я всегда говорю, чем больше делать, тем ты больше успеваешь. Поэтому надолго загадывать вперед, планировать не стоит, но распланировать свой предстоящий день с учетом расписания культуры 55, наверное, стоит, да. Понять, что вы делаете сегодня там до обеда, к вечеру, там, перед отходом ко сну и так далее. Но стоит радоваться тем возможностям, которые сейчас есть. Ну вот, Анна Леонидовна, успокойте наших зрителей, если, ну как же, если вот губернатор примет решение, что нам еще всем предстоит немножко посидеть, да, хватит ли контента для того, чтобы наш досуг был по-прежнему интересный, или вы придумаете какой-нибудь новый виртуальный проект? Я хочу сказать, что так как всем этим занимаются люди творческие, однозначно контента хватит, и новые форматы однозначно будут использоваться. И всего этого запала хватит не то, что на неделю или на месяц, хватит, мне кажется, на долгие-долгие там годы вперед, конечно, надеюсь, что этого не потребуется. Но творческий потенциал, конечно, колоссален, хотя мы очень, так скажем же, соскучились по личному, реальному общению. Да, как я сказала, роскошь человеческого общения в наше время действительно становится роскошью, но я надеюсь, что это приведет к тому, что мы будем еще больше ценить это живое общение. И после завершения этого вынужденного карантина мы всех радостно, просто распахнув объятия, встретим в наших учреждениях культуры, мы встретимся на наших массовых мероприятиях. Вот когда я утром еду на работу на СПД и вижу пустой Любинский проспект, честно говоря, у меня так сердце кровью обливается, но мы же все равно надеемся на лучшее. Культурная жизнь в Омске ни при каких обстоятельствах не остановится. Ничто у нас не остановит, да. Но как только нам все-таки, давайте помечтаем, разрешат вновь собираться нашими веселыми дружными толпами. И прошлый год показал, насколько полюбился я мечам такой формат мероприятий, да, эти все Любинские прекрасные, это симфопарк, ну, наш любимый джаз-парк. Какое из вот таких публичных, массовых, масштабных мероприятий первое в списке на реализацию, как только зараза обойдет нас стороной? Ну, да, я сегодня думала об этом, и я понимала, что как только все это будет снято, нам обязательно нужно будет всем там встретиться и устроить что-то грандиозное. Но, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы все-таки у нас состоялся пикник на нашем Любинском. Он запланирован на 20 июня, это там 20-20-20, да. Но если даже не удастся провести его в июне, мы проведем его там чуть позже, может быть, но сразу, как только это будет возможно. И, конечно же, лично я мечтаю о своем любимом мероприятии, это Омская ночь музыки, которой мы стремимся, что она у нас вырастет до Сибирской ночь музыки, потому что это совершенно потрясающая атмосфера, и это та атмосфера живой музыки и живого общения, которую никогда не сможет заменить никакая виртуальная реальность. Ну, и такой вопрос заключительный. Какая книга или какой фильм беспроигрышно всегда поднимает настроение лично вам и в мерах антикризисных, которые могут потребоваться кому-нибудь, кому сейчас плохо и грустно, вот посмотрит, почитает и как рукой снимет печенье? Ну, это все так субъективно, у меня такие особые вкусы, у меня вообще дома очень большая библиотека, в которой я сейчас, ну, всегда, но сейчас особенно, когда времени стало чуть больше свободного, пользуюсь. Конечно, я с большой долей ностальгии пересматриваю фотоальбомы, там, с Камчатки, с Патарана, то есть тех мест, где я бывала, и так предаюсь мечтам о будущих путешествиях. Но то, что меня всегда поддерживает, это книги о великих путешественниках, в частности, о полярниках. Вот в последнее время я перечитывала книгу у своего любимого путешественника Руаля Амундсона, который первый покорил Южный полюс, прошел там северо-западным проходом, ну, много прочих открытий совершил. И когда я читаю и понимаю, что они преодолели, и какого спокойствия и мужества требовали те ситуации, в которые они попадали, я понимаю, что вот наша ситуация, просто к ней нужно относиться определенным образом, со спокойствием, с оптимизмом, может быть, где-то с долей юмора, сохраняя здравый смысл. Вот, поэтому я рекомендую всем прочесть что-то вдохновляющее, может быть, чью-то биографию, может быть, какую-то, опять же, юмористическую книгу. Но то, что вам ближе к душе и то, что лично вам поднимет настроение и вас пободрит. Спасибо большое, Анна Леонидовна, что пришли. Будем здоровы. Спасибо, замечательные вопросы. Всего самого доброго и отличного настроения. Спасибо.